Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. В Самару снова в плюсе, как специалисты коммунальных служб устраняют последствия оттепеля и непогоды. Ты не одна, в регионе создан новый центр поддержки для пострадавших от домашнего насилия. За природную естественность и красоту в России запретили ретушировать фото на паспорт. В Самару пришла оттепель. Управляющие компании продолжают убирать городские крыши, а муниципальные предприятия и обслуживающие организации остановки, тротуары и проезжую часть. За ходом уборочных работ следили и наши корреспонденты. С наступлением оттепеля особое внимание представители управляющих компаний уделяют крышам домов, сбивают сосульки и очищают кровлю от снега. Спецтехника работает круглосуточно во всех районах Самары. Попасть на крыши некоторых домов в железнодорожном районе Самары невозможно по причине их нестандартного строения. В этом случае рабочие используют автогидроподъемник. На кровле нету снегодержателей и большой спуск. И поэтому в любой момент может съехать снег. И таким моментом нужно уделять больше внимания. Работа городских служб благоустройства выстроена с учетом особенностей погоды. Еще вчера по поручению главы города Елены Лапушкиной была организована расчистка тротуаров и обработка противогололедными реагентами. Задачу жестко контролировать работу управляющих компаний поручили главам районных администраций. Практически в авральном режиме занимаемся. Мы занимаемся тем, что прочищаем ливневую канализацию, прочищаем дождеприемники, занимаемся забросом снега с кровель, максимально чистим тротуары, засыпаем тротуары противогололедными материалами, конечно чистим дороги. Сейчас для нас самая основная задача это подготовиться к предстоящим морозам, чтобы наши тротуары, наши улично-дорожные сети не стали катками. Из-за перепада температур в минувшие сутки коммунальщики усилили работу и по уборке улиц. Тротуары и остановки общественного транспорта обрабатывали противогололедными реагентами. До конца дня управляющим компанией, муниципальному предприятию благоустройства, а также подрядным организациям была поставлена задача обработать 100% пешеходных зон. За прошедшие сутки было задействовано 589 единиц техники и 512 рабочих. Израсходно более 78 тонн реагента и 15 тонн песчано-соляной смеси. Сегодня на уборку городских территорий в дневную смену направили 246 спецмашин и 414 человек. Помимо этого в Самаре создан Центр управления регионом. Его задачей является мониторинг и обработка сообщений граждан из социальных сетей. За пять дней этого месяца центром было обработано более тысячи сообщений от пользователей. Чаще всего люди писали о протекающих кровлях и наледи на крышах, а также задавали вопросы о вакцинации против коронавирусной инфекции. Все просьбы и замечания также оперативно отрабатываются муниципалитетом. Ольга Павлова, Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. Строительному комплексу всесторонняя поддержка. Перед Самарой стоят масштабные планы по вводу нового жилья в эксплуатацию уже в этом году. А к 2030 году объемы жилищного строительства должны быть удвоены. Национальные проекты открывают большие перспективы. Как мобилизовать застройщиков на решение амбициозной задачи и какая поддержка ждет их со стороны власти и города, сегодня обсуждали на расширенном совещании с представителями строительных компаний. Мнение выслушал Олег Зверев. Привет, меня зовут Саша. Прогулка с маленьким Сашей в детский сад занимает у бабушки всего две минуты. Все очень просто. Дошкольное заведение расположено в том же доме, где живет молодая семья, на первом этаже. Еще при строительстве зданий застройщик предусмотрел не только все удобства для жителей, но и прогулочную территорию для детского сада. Это просто очень удобно. В одном же, в этом же доме, вот в пятом подъезде дочка живет. Вот они перед работой. Им удобно и отвезти ребенка, и его забрать. Детский сад в этом доме был изначально спроектирован и приобретен городом на средство национального проекта «Демография». Это не только решило проблему ожидания места, но и увеличило капитализацию самого здания. Все-таки для многих молодых семей очень удобно водить своего ребенка в детский сад не в другой район, и не на соседнюю улицу, а в соседний подъезд. В Самаре сегодня строятся новые дошкольные заведения и ремонтируются старые. Но национальные проекты открывают еще больше возможностей для строительных компаний, чтобы первые этажи новостроек отдавать не под магазины, а под детские сады. Уникальная возможность на сегодняшний момент есть в Самаре. Изначально спроектировать эти помещения, пригодные в дальнейшем по именно санитарным нормам и правилам, в первую очередь для использования под детский сад. Государство обладает ресурсом приобретения этих помещений, которые будут потом обслуживаться муниципалитетом, но в том числе влиять на качество жизни именно в построенных вами жилых комплексах. Меры поддержки строительного комплекса сегодня обсуждали в городской администрации вместе с застройщиками. Предприятия и отрасли находятся в самых выгодных условиях. Перед Самарой поставлена амбициозная задача – в этом году ввести более 800 тысяч квадратных метров жилья, а уже к 2024 году довести годовой показатель до миллиона. Губернатором Самарской области Дмитриевичем Алзаровым уделяется особое внимание этому направлению. Мы же вам предлагаем площадку здесь регулярную для обсуждения вопросов местного значения, то есть тех вопросов, которые входят в полномочия городского округа Самара. Городские власти готовы оказать содействие по всем вопросам. В Самаре сформированы земельные участки под застройку в лучших районах города, так чтобы строительство было не только выгодным, но и удобным с точки зрения географического расположения. Самое интересное для застройщиков в первую очередь с экономической точки зрения – это 28 территорий G4.1, там 278 гектар без малого. Они все у нас отображены в карте правового зонирования. Карта правового зонирования у нас официально размещена на муниципальном геопортале городского округа Самара. А в ближайшее время земель под застройку станет больше за счет расстеления ветхого и аварийного жилья. Этому способствует недавно принятый федеральный закон о реновации жилого фонда. Положения касаются в том числе и исторического центра города. Если соблюдать правила по архитектуре и высотности, новое жилье взамен ветхого строить можно и в границах признанного исторического поселения. Я так думаю, с этим согласятся все, что в исторической части города, наиболее такой реликтовой части нашего городского округа, качество архитектуры должно быть самым высоким. Все вопросы решаемы. Важно, что теперь общение в формате застройщик-администрация станет регулярным. Перед городом стоят колоссальные задачи по вводу жилья. И я надеюсь, что в любом случае мы с этими задачами будем справляться вместе с застройщиками. Наша задача – определить нашу зону ответственности, чем мы можем помочь застройщикам, чтобы как можно больше семей, как можно больше самарцев въезжали в новые квартиры. Следующая встреча состоится уже через неделю. От застройщиков ждут конкретных предложений и пожеланий о том, какие технические и бюрократические препятствия нужно устранить. Олег Зверев, Константин Головин. События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 303 случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе – 41 807 человек. Такие данные в пятницу опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровел 301 человек, а всего с начала пандемии из больниц выписались 38 502 пациента. В самарских поликлиниках в первую очередь прививают от коронавируса граждан из группы риска – медиков, соцработников, учителей и пациентов с хроническими заболеваниями. Но прийти на прививку также могут и желающие из других категорий населения. Обеспечить для них приоритетную возможность привиться поручил областному Минздраву глава региона Дмитрий Азаров. Чтобы поставить прививку, можно записаться, позвонив на горячую линию по номеру 122, либо оставить заявку на сайте госуслуг. Кроме того, поликлиники обзванивают тех пациентов, которые стоят у них на учете и приглашают на процедуру. Подробности в нашем сюжете. В 30-м кабинете выполнят прививку, дадут памятку, в которой будет все рассказано о первой, и приглашение на вторую. Измерить температуру, давление, заполнить анкету и побеседовать с врачом. Прививки делают по определенному регламенту. Только после того, как врач убедится, пациент чувствует себя хорошо. Владимир Зюзин на процедуру пришел вместе с супругой. Говорит, в 69 лет счастлив, потому что окружен большим количеством родных и близких и хочет их защитить, сделав прививку. Тем более, что уже успел потерять несколько знакомых, многие из которых были значительно моложе самого Владимира. У меня трое сыновей, три невестки, шесть внуков, две правнучки. И я хочу, чтобы они все были здоровы, потому что они все приезжают ко мне, общаются со мной, играют со мной. И я не хочу, чтобы я был разносчиком и переносчиком этой болезни. А также я хочу, чтобы все население нашей страны привилось от этой болезни, потому что это страшная болезнь, которая сейчас, как говорится, охватила весь мир, как щупальца, как спрут какой-то выдавливает. После вакцинации пациент должен в течение 30 минут находиться под наблюдением врача. Полчаса после прививки посидите в коридорчике на улице, сразу не выходите. Мы вам дарим померчику 16 февраля, вас ждем на второй компонент вакцинации. В первую очередь вакцинируют врачи и учителей, а также пациентов, стоящих на диспансерном учете с хроническими заболеваниями. Такими, как ишемическая болезнь сердца, нарушение ритма, инфаркт, инсульт, ожирение, сахарный диабет, а также сердечно-сосудистые болезни. Таким пациентам звонят из поликлиники и приглашают на процедуру. Мы активно вакцинируем наших пациентов. Вакцинация у нас проходит в поликлинике в двух прививочных кабинетах, которые организованы на втором этаже. И прививаем мы контингенты, которые чаще всего сталкиваются, имеют большой контакт с населением. Это особая группа риска, это медицинские работники лечебных учреждений, всех, не только нашего. Это сотрудники образовательной сферы деятельности, это социальные службы. Ученые Самарского университета провели успешные испытания виброизоляторов для ракеты-носителя «Союз-5». Они помогут уберечь высокочувствительное оборудование от негативного воздействия ударных нагрузок, линейных ускорений и высоких перегрузок. В конструкции перспективной ракеты-носителя будет около 300 таких виброизоляторов. Андрей Горгуленко продолжит тему. Запуск ракеты – это всегда большой стресс для всех компонентов космического корабля. Детали подвергаются экстремальным вибрационным и ударным нагрузкам, линейным ускорениям и перегрузкам, достигающим 15G. Нивелировать разрушительное воздействие этих процессов на сложную и высокочувствительную бортовую аппаратуру призваны виброизоляторы. Для самарских кораблей такие изготавливают в отраслевой научно-исследовательской лаборатории Самарского университета. Сейчас, в общем-то, мы участвуем также в разработке и поставке изготовления продукции виброизолирующих устройств из материала МР для новой ракеты, создаваемой «Союз-5». Материал МР – это металлический аналог резины. Разработали его тоже в лабораториях Самарского университета. Он создан как раз для использования в космосе. Материал способен противостоять агрессивным средам, высоким и низким температурам, глубокому вакууму, плесени, влажности и радиации. А самое главное – имеет высокие амортизирующие свойства. Ученые провели успешные испытания виброизоляторов. У виброизолятора есть определенная частота, так называемая резонансная, при переходе через которую проявляется такой эффект, как виброизоляция, физический эффект. Основание стола будет у нас продолжать колебаться, а защищаемый объект, в нашем случае вот этот цилиндр, он будет практически стоять на месте. Такие свойства материал МР получает благодаря особой технологии плетения и прессования спиральных металлических нитей разного диаметра. Амортизаторы на основе материала существенно превосходят по надежности известные в России и за рубежом аналоги. Андрей Горгуленко. События. Эфир продолжит новости экономики. Их расскажет Виктория Шарая. Виктория, здравствуйте. Светлана, здравствуйте. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Как сегодня себя чувствует российский экспорт? Российский металлолом хотят запретить продавать за границу. Таким образом, власти планируют бороться с ростом цен на арматуру и трубы, что приводит к удорожанию новостроек. Но сначала о курсах валют. Доллар сегодня стоит 75 рублей 72 копейки. Евро торгуется на отметке 90 рублей 92 копейки. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России. Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже выросли на 0,99%, превысив 59 долларов. Российский металлолом хотят запретить продавать за границу. Так, власти планируют бороться с ростом цен на арматуру и трубы. В прошлом году цены выросли на 70%, а в январе достигли исторического максимума в 488 долларов за тонну. За 12 месяцев на экспорт отправлено 4 миллиона тонн металлолома из общего объема заготовки в 26,5 миллионов. Первый зам главы Минпромторга Виктор Евтухов пояснил, что основной причиной роста экспортных цен стало снижение объемов сбора сырья и добычи руды из-за карантина. При этом в прошлом году лом черных и цветных металлов включен в перечень важных для рынка товаров, а потому не исключены временные ограничения на экспорт. Экспорт древесины и древесно-стружечных плит не запретят, но ограничат. С такой инициативой выступило Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Их добавят в перечень товаров, важных для внутреннего рынка страны. Предполагается, что ограничения будут также применяться к древесине в виде щепы или стружки хвойных пород. Предложение связано со значительным увеличением экспорта ДСП и уменьшением их доли на внутреннем рынке. Рост спроса на мебель наблюдается с сентября прошлого года и связан с вынужденной остановкой производства весной 2020 года из-за пандемии. Как следствие, изготовление мебели увеличивает потребление ДСП и на отечественном рынке наблюдается дефицит товаров. При этом производство древесно-стружечных плит сократилось на 1,5% по сравнению с 2019 годом, а экспорт вырос почти на 16%. Для того, чтобы внедрить цифровой рубль, потребуются изменения в законодательстве. Необходимо ввести понятие новой формы денежного обращения наравне с другими его типами – наличной и безналичной национальной валютой. Об этом заявила глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Коррекции могут потребовать законы о Центральном банке, о банках, о национальной платежной системе, о цифровых финансовых активах, а также гражданский кодекс. В Банке России планируют создать концепцию и протестировать прототип новой формы валюты. Законодательным органам следует сделать так, чтобы доступным для внедрения и запуска в полноценный оборот был только цифровой рубль. Сейчас введение на территорию России других денежных единиц запрещено. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. За природную естественность и красоту в России с этого года действует новый регламент по выдаче паспортов. Любые попытки улучшить свой внешний вид для фото на главный документ гражданина теперь будут восприняты как намерение исказить реальную внешность. Насколько принципиальны новые требования МВД и что делать, если паспорт с обработанной фотографией уже получен, выяснила Гульфия Асафина. Какая отвратительная рвоша. Нашедшего паспорт Иванова Ивана Ивановича просьба не смеяться над фото. Анекдоты про фотографии в документах долгое время были мейнстримом. До тех пор, пока не придумали ретуш. Пара кликов мышкой и вы не хуже звезд Голливуда. Но так было до 2021 года. Ретушевку запретили, а ведь к услуге фотокорректора все охотно прибегали. Отзывы в пабликах говорят сами за себя. Фотографии действительно получаются красивыми, с хорошей грамотной ретушью. Фото на документы очень резкое. У меня получился отличный вид. Отличные фотографии, очень красивые. Наконец-то будет не стыдно открыть паспорт. Елизавета Куделя сегодня меняет паспорт не потому, что пришел положенный срок. 14 и 20 лет давно миновали, а до 45 еще далеко. Но случай представился и не самый приятный. К сожалению, это была чашка кофе, пролитая на мой паспорт случайным образом. И вот таким образом я оказалась здесь. Конечно, бы хотелось что-нибудь подправить, какие-нибудь прыщечки, небольшие высыпания. Но, к сожалению, сейчас пришли такие правила, что не особо это возможно. Новый административный регламент МВД по выдаче и замене паспорта гражданина России заработал в середине января этого года. Согласно новым введениям, не допускается предоставление фотографий гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида заявителя или его художественная обработка. Очень часто бывают такие случаи, когда хочется, особенно женщинам, быть помоложе, покрасивее. Фотографии могут быть сделаны 5 лет назад, 7 лет назад. Таких в паспортном столе отправляют обратно в фотосалон. Фотография должна определять реальный возраст гражданина. Но что, если успел получить паспорт с отсюнингованным фото? Правоведы успокаивают, такие документы остаются законными до их перевыпуска. У меня, например, легкая полуулыбка в паспорте. Хотя по новым правилам человек должен смотреть строго анфас и при этом иметь нейтральное выражение лица. Мои фотографии тоже не подходят, несмотря на то, что никакого фотошопа не было. Но переживать не стоит, паспорта рвать и выкидывать не требуется. Живем со старыми документами. Благо, оплачивать повторно госпошлину, объясняют миграционной службе, не придется. Она действительно в течение трех лет. И все же коррекция коррекции рознь, отмечают фотографы. Был даже случай, мужчина просил сделать губы, как у Брюса Уиллиса. То есть, ну, вот такие случаи, конечно, нельзя делать. А если это, как сказать, такая ретушь качественная, которая где, ну, действительно у тебя сейчас вылез прыщик, ты его убрал, как бы, и все. Завтра он у тебя исчезнет, а ходить с фотографией на паспорт с этим прыщом, как бы, такое себе. Все будет решать сотрудник паспортного стола. Если фото качественное, цвет глаз не изменен, волосы такого же цвета, как и при получении паспорта, а возраст соответствует действительности, волноваться не стоит. Кстати, головные уборы не запрещены. В случае, если они являются религиозным атрибутом и не скрывают овал лица. Гульфия Сафина, Николай Епифанов, Сергей Баскин. События. Ты не одна. Эту фразу хочет услышать каждая женщина, если оказалась в трудной жизненной ситуации. Для одиноких матерей, которым нужна поддержка, в регионе открыт специальный центр, где они могут жить и бесплатно питаться до тех пор, пока их жизненная ситуация не налазится. Сегодня с подарками для подопечных в учреждение приехал депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Подробнее расскажет мэри Елчан. Екатерине Егоровой 25. Несмотря на возраст, ей уже пришлось многое пережить. Катя – сирота. 11 лет она жила в приемной семье. Потом задумалась о своей. Вышла замуж, родила мальчиков. Старшего зовут Кирилл, младшего – Тимур. Девушка рассказывает, вначале семейная жизнь была счастливой, но потом разладилась. Идти Катерине было некуда, родственников нет. А с оформлением квартиры, которая ей положена как сироте, возникли проблемы. Так она попала в Центр помощи женщинам, ты не одна. Так как родителей нету и помочь некому, сначала сама перебивалась как-то, потом узнала о этом центре. Пришла, то есть меня приняли. И вот, мне очень нравится. Меня, во-первых, научили экономить деньги, то есть откладывать. Вот. То есть все для детей есть. Центр социальной помощи женщинам, ты не одна, открылся в Самаре в 2015 году. В учреждении созданы все условия для проживания матерей с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Здесь подопечные не платят ни за еду, ни за жилье. После того, как у них появляется крыша над головой, ищут работу и всю зарплату откладывают, чтобы начать новую счастливую жизнь. Помимо этого, им предоставляются консультации психолога. Сейчас в Центре живут 9 мам и 18 детей. Иногда достаточно просто разговоров. В последнее время очень часто женщины обращаются за юридической и психологической помощью. Помимо этого, мы оказываем продуктовую и ващевую помощь своим подопечным, которые от нас уже выпустились. То есть мы продолжаем следить за их жизнью. Если у них снова оказываются какие-то сложности, они всегда могут к нам обратиться, получить также помощь. Приют для женщин, оказавшихся в трудном жизненном положении, принимает все больше людей и места уже не хватает. С просьбой оказать Центру помощь, директор учреждения обратилась к депутату Государственной Думы Александру Хинштейну. Сотрудники просят посодействовать в предоставлении дополнительного помещения под второй корпус Центра. Этот вопрос парламентарий пообещал держать на особом контроле. То, что я вижу, меня очень впечатляет. Я вижу, что люди здесь работают очень неравнодушно, очень активно. И это не похоже на какой-то благотворительный центр. Это похоже на такой полноценный дом, где, видите, все очень уютно, все очень по-домашнему. Мы привезли сегодня вместе с волонтерами необходимые для них продукты, вещи. В Самарской области учреждение подобного типа единственное. За время его существования более тысячи женщин с детьми получили поддержку. Женщины уходят из Центра социально адаптированные и, что немало важно, трудоустроенные. Серьезной подмогой для матерей становится проект «Ты не одна. Старт в новую жизнь», который получил президентский грант. Благодаря этому подопечным помогают получить собственное жилье. Мэриэл Чан, Василий Колдашов, События. В Самарской области определились первые победители регионального этапа турнира «Золотая шайба». Ими стали юноши из города Отрадный. А баскетболисты Самары проиграли свой матч в дополнительное время. Подробнее об этом расскажем в рубрике «Новости спорта». Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите «Самарские новости спорта». Баскетболисты Самары впервые в этом сезоне проиграли в Суперлиге на домашнем паркете. В гости к волжанам приехала молодежная команда столичных армейцев. Начало матча осталось за самарцами, но затем они почти 6 минут не могли набрать очков, благодаря чему на первый перерыв в качестве лидера ушли армейцы. Во второй четверти хозяева сделали рывок 13-0 и контролировали ход встречи до четвертой четверти, в которую у волжан случилась еще одна засуха. В этот раз длиной 7 минут. Это привело к тому, что армейцы в конце вели плюс 2. Спасти самарцы смогли лишь благодаря чудо-броску Дыбовского на последней секунде. В дополнительное время москвичи создали себе задел в 7-8 очков и победу уже не упустили. Итог 65-74. Волжане в турнирной таблице расположились на втором месте. Следующий матч Самара проведет тоже дома в воскресенье 7 февраля. Хоккейный клуб «Спортград» из Отрадного стал чемпионом регионального этапа «Золотой шайбы» возрастной категории до 14 лет. В финале со счетом 4-2 юноши победили клуб «Искра» из Сызрани. Третье место заняла самарская команда «Чайка». «Спортград» теперь будет представлять Самарскую область на всероссийском турнире, который состоится в марте в Смоленске. На этом все. Больших побед вам. Удачи! На этом и наш выпуск завершен. Заходите на сайт Самары ГИС, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Всего вам самого доброго и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!